всем хай ухай хотите маленький обзор на студию которая могла но не смогла в общем думали с ребятами сделать неплохую такую студию вот в итоге как обычно все пошло не так как должно идти вот так вот было все у нас хорошо стало все плохо йоу камон всем привет на закупились светом сделали фон сделали вот такие всякие штучки но ничего не пошло все почему потому что люди как обычно любят все пускать на самотек как у вас делишки тем привет всем здравствуйте как началась рабочая неделя ну как плане началось уже вторник что там за произведение искусства это коптер нет скуптер еще в ремонте до сих пор думал что там все просто оказалось что двигатель полетел печаль тоска вот так вот сейчас будем опять снимать у нас тут камера светик что с мустангом без понятия с димой тоже без понятия вот какие еще интересные вопросы есть ох ребят как же как же я устал как же я устал без жигуара это же ужас просто как я хочу уже побыстрее его сделать вы бы знали сейчас кстати мне было так что 40 процентов включил прямой эфир у меня уже 20 процентов iphone спасибо друзья если вдруг решите делать студию кстати когда новое видео хороший вопрос новое видео сейчас монтажа я делал stories о том то что у меня просто сейчас получается она очень долго где-то 28 минут кстати как думаете какой оптимальный хронометраж видео для того же ну для похода по атомной электростанции у меня получается сейчас 28 минут и мне кажется что это много я хочу сократить максимум до 15 настроение депрессивное скажем так потому что 22 не 22 это много все равно мне кажется вот депрессивное настроение потому что вот сегодня пришла новость о том то что студии не будет как я хотел ее сделать моего творческого пространства тоже не будет соответственно вот поэтому сейчас зато все силы сфокусирую на своем канале и на работе вот у меня кстати есть задумка ребят сделать не знаю если среди моих подписчиков люди которые смотрели дневник хача если смотрели давайте три плюсика 15 мало ничего себе все сколько лайков сколько у ребят так приятно уже знаю я вот последнее время есть вот если кто-то смотрел дневник хача помните супер оператора его сейчас гена вот вот гена организовал свое от просто супер агентство реально супер агентство по контенту по продвижению и так далее вот и я вот если честно сейчас размышляю на тему того чтобы создать такое же агентство не пока что без физического пространства то есть ну грубо говоря практически дома это все будет происходить плюс у меня есть монтажеры есть операторы вот я думаю что вот поскольку у меня не срослось с ребятами вот с этой студии где я сейчас нахожусь наверняка это последний раз когда я там о стасик здорово последний раз когда я нахожусь в эту студию потому что но больше нет смысла здесь находиться ну не вижу как бы снимать и будем вместе но не в этой студии вот поэтому я думаю сейчас организовать по своей по своим именем уже другое пространство вот стас кстати коль зашел может и конечно уже вышел как считаешь для похода по атомной электростанции с какой оптимальным количество минут у меня пока что 25 минут до скольки как думаешь сократить привет недавно только с тебя вспоминал спасибо жига жига как раз вот я говорю я очень сильно сейчас плачу потому что на улице становится холодно жига это все-таки ой лёха лёля лёлька лёлька петя привет петя вот я сейчас просто из-за того что элементарно и там нету финансовых средств она у меня просто стоит вот для того чтобы она поехала и я начал пилить для нее контент про по поводу жиги мне нужно самое главное чтобы было интересно я тебя понял стас ну с интересом о лёха жига завтра приезжает у меня уже сейчас какое число у нас 20 я надеюсь что через 10 дней у меня тоже жига будет время не важно стасик я понял спасибо когда звездой дрифта будешь не знаю когда в рдс поеду пока пока еще нет думаю на эту зиму планирую хотя бы просто дисковую блокировку поставить что-нибудь такое и попробовать в такой любительский чемпионатик заехать на замерзшие озере почему на канале давно не появляешься ну потому что потому что потому что на канале на своем появляюсь и кстати вот у меня паника по поводу того то что я уже вторую неделю не укладываю ролик связан с тем то что не просто очень сильно заработался на основной работе я знаю что это очень плохо поэтому сейчас очень сильно в ускоренном темпе делаю выпуск про атомную электростанцию по прогулке я сделаю его побольше и чтобы хоть как-то компенсировать на мацури встретимся обязательно лед не проломи лед постараюсь не проломить как бы в прошлом году не проломил надеюсь что и в этом не получится не проломить вот кстати лёли я воспринял твою инфу по поводу блокировки и действительно я не буду ставить заварку я на к тоже дисковую поставлю надо бы мне найти дисковую блокировку где-то подешевше вот так же я еще хотел спросить ребят те кто знают по поводу автоспорта я хочу купить на жигу магниевые диски в чем разница от обычного ковки от магниевой тем то что магниевые диски они чуть ли не в два раза легче вот и поэтому как бы усилия на то чтобы прокрутить колесо в два раза меньше и соответственно жигули в два раза лучше едет магниевые диски или блокировки по цене не магниевые диски я нашел комплект с казанского завода за 25000 14 радиус разболтовка все подходит на штамповках мне надоело ездить у меня причем разварки которые пропускают и у меня все время переднее право она просто все время нуждается в плотном это как-то сказать в плотном наблюдение за ним поэтому как-то не очень хочется блока стоит дорого очень не знаю ну десятка или сколько как думаешь здравствуйте привет вот и я действительно плачу сейчас просто плачу 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 1 почему я плачу потому что на соревнованиях ездит на штампах окей я тебя понял дэмфандем тебе привет вот ну штампы так штампы но я просто заморачиваюсь по внешнему виду и поэтому мне как бы штампы они такие какие-то несуразные есть только покрасить за 15 это ты говоришь про блокировку или про магниевые диски а к тоже тема кстати но только жалко что переднеприводная так бы конечно была вообще огонь машина вот и сейчас жигу я думаю первый ролик как раз будет такой блоку за 15 ладоке эти понял первый ролик как раз будет обведение что жига и что с ней буду делать и так далее то есть такие маленькие ходовочки и туда-сюда думаю видосики будет прожигу не затяженные потому что пока что ну контент такой которого очень много типа просто постройка и я думаю что ролики будут десятиминутными но они будут часто выходить потому что сейчас зима сейчас самое время жиги сейчас буду именно ей заниматься вот что еще такое интересного рассказать очень много очень много мыслей по поводу канала потому что очень много интересных предложений стала поступать по поводу контента именно что снимать очень многие пишут по поводу того что вот и говорил что вот там грубо говоря мотив мотивационные направляющего твоего канала почему ты перестаешь снимать именно такие мотивационные видео ну не то что не перестаешь как бы меняешь направление канала ребята я не меняя направление канала у канала как бы за основная суть это мотивационная но она разделяется на три под как бы скажем под течение вот и поэтому что заболел никто не заболел я просто в хандрю такой сегодня грустный вот поэтому у меня как авто контент будет ну связано с жигой как твой канал называется мое имя фамилия григорий давыдинг вот и так и мотивационные ролики будет так и путешествие как я говорил так и не знаю попытаюсь я все-таки попытаюсь пройти сверхзвуковой барьер как и говорил потому что это мне очень интересно вот как бы вот так не знаю чтобы еще рассказать расскажите лучше вы что-нибудь чего вы ждете как у вас там дела как школе шучу ладненько в общем все самое важное сказал надеюсь что скоро получится создать все что задумываю